Вряд ли можно представить среди статистического современного человека без таких элементов бытовой техники, как компьютер, телефон, телевизор. Но за этим удовольствием скрывается ужасная реальность, жертвами которой стали многие люди. Медики хорошо знают, что у всех компьютерщиков сильно понижен уровень лейкоцитов в крови, значит повреждена защитная функция организма, ослаблена сопротивляемость заболеваниям. Один московский врач с 25-летним стажем провел серию экспериментов с помощью лечебной диагностической системы по методу Фоля, чтобы выяснить, как окружающие предметы влияют на физическое состояние человека. При длительном общении с компьютером сильно понижается иммунитет, делая организм беззащитным, особенно перед онкологическими заболеваниями и другими болезнями века. Детские психиатри и психологи полагают, что основными болезнями детей в 21 веке будут болезни от телевидения и компьютеров. Немецкий невролог, профессор кафедры неврологии университета города Ульм, Манфред Спитцер, в опубликованной книге, которая называется «Берегитесь телевизионных экранов», пишет о разрушающем воздействии телевидения на ментальные способности людей. У детей, которые постоянно смотрят телевизор, очень ограниченный кругозор, говорит он. У них нет никакого стимула к развитию, отсутствует такое необходимое в реальной жизни качество, как гибкость ума. Когда дети становятся взрослыми, у них атрофируются все чувства, а не совсем иначе ощущают вкус и запах. Такие люди покупают нездоровые продукты из того разряда, которые постоянно рекламируются по телевидению. Привычка с раннего детства смотреть телевизор в более позднем возрасте приводит также к рассеянности, депрессии, а иногда и к немотивированной агрессивности, заключает профессор. Это не первое исследование на подобную тематику. Схожие опасения высказываются относительно зависимости от интернета и от мобильной связи. Мобильник — это трубка, как маленькая микроволновка, которая нагревает наш мозг. Мало того, сигнал мобильника, в отличие от СВЧ, печи, сложный, модулированный, и организм реагирует на него острее. Процессы в головном мозге происходят на электрохимическом уровне. Это очень сложный, тонко организованный орган. Во время разговоров по мобиле мы бьем по его тонким проводкам электромагнитной дубиной. Особенно сильно получает кора мозга. Этот орган воспринимает электромагнитное излучение как глаз — цвет, а ухо — звук. По воздействию на нас мобильный телефон нельзя сравнить ни с компьютером, ни с телевизором. Важна не мощность аппарата, а то, что он приложен к уху. Источник электромагнитного поля находится очень близко к мозгу и тормозит работу его участков. Один из таких — гипофиз. Нужно не разговаривать по мобильнику дольше трех минут. Он вызовет эпилепсию и онкологические заболевания. Продолжение следует...